Здравствуйте, дорогие друзья! Всем добрый благословенный день или время суток, в котором мы с вами можем иметь этот контакт. Слава Богу за то, что мы в каждом дне имеем возможность погрузиться дальше и глубже. Если в прошлый раз мы говорили о вине, о чувстве вине, которое эта женщина на себя, можно сказать, навлекала, и как эту фразу услышал Давид. Еще раз я ее напомню, чтобы потом перейти к следующему стиху. И нам эта фраза давала какие ассоциации, когда мы их слушаем, потому что Давид говорит, ты можешь идти домой и быть спокойна. Теперь я разберусь, я дам о тебе приказание. Женщина отвечает, на мне, господин мой царь, да будет вина и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен. И вот теперь, как это слышит царь? У него свой взгляд на эту услышанную фразу. И сказал царь, того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. Оказывается, этой фразой она высказала свою неуверенность. Царь, а вдруг ты забудешь? Царь, а вдруг ты что-то не сделаешь? И эта проблема все-таки состоится в моей судьбе. Сохрани меня, Бог, от нее. То есть я не хочу, чтобы эта вина на тебе осталась. Она пусть на мне будет, если ты примешь какое-то решение серьезное, но не забудь это сделать. Вот так услышал царь. И он еще раз ей напоминает, того, кто будет против тебя, приведи ко мне. И он более не тронет себя. То есть если ты не уверена в моих действиях, что я могу забыть, у тебя есть шанс привести ко мне таких людей. Понятно, что не каждый, может, пойдет, но, по крайней мере, тебе открывается дверь в кабинет царя. Это, кстати, очень интересный подход, и Давид открыт для продолжения дела и для решения вопроса как можно быстрее. Это очень ценное качество Давида. И на самом деле, то, что он здесь говорит, тебя никто не тронет. И я желаю, друзья, чтобы мы понимали, Бог нам сказал, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. И пусть это слово будет сегодня к нам, звучащим по отношению тех событий, тех обстоятельств, тех людей, которые нам кажутся невероятными, где мы сами себя защитить не можем. Господь идет впереди нас. Господь обещает нам. Слово вышло из уст царя, которое направлено лично в твою и мою судьбу. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я твой Бог. Не смущайся от обстоятельств. Я Бог, который управляю обстоятельствами. Я желаю, друзья, чтобы наша молитва к Нему сегодня и наши ожидания Его победы были именно в этом направлении. Господь, а какие события меня ожидают сегодня, завтра? Мне нужна Твоя помощь сейчас. Я не хочу жить в смущении. Я не хочу жить в беспокойстве. Я не хочу жить с оглядкой на обстоятельства и на прошлое. Я хочу видеть Тебя творящим. Я хочу понимать, что мой Бог на троне никуда не потерялся, не ушел и не оказался вне понимания сути вопроса. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем с Тобой об этом говорить и просить у Тебя помощи и благоволения, чтобы Твое покровительство над нами было при любых обстоятельствах нашей судьбы. Я благословляю каждого человека познавать не только Твою волю, которая благая, угодная и совершенная, но и познавать Тебя как Отца, как Творца, как Совершителя нашей судьбы. Я благодарю Тебя, что нам не безызвестны умыслы сатаны, поэтому в уповании на Тебя мы останемся тверды. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok